добрый день мы продолжаем наш обзор символики одежды и в ней цвета этот именно касается вашей одежды не обуви не диванов и не машины про цвет машины я давала отдельное видео можете посмотреть плейлист символа цвета другое это именно касается одежды оттенки красного оттенки красного очень разнообразные от винно-красного до ярко-алого и красный это не розовый розового свое значение так вот мы говорим об алом и винно-красном бордовым вишневым так вот бордовый он счастливый цвет и гораздо больше подходит он имеет другое значение чем алла если вы любитель красного насыщенного алла очень динамичная и решительная натура как бы вы не намекали и не говорили что это внешне не так это ваш внешний стиль поведения в реальности вы решительный человек у вас есть воля вы достигаете своей цели алый пробивной он помогает человеку встать после тяжелой болезни собраться в кулак преодолеть его хорошо носить при болезни его хорошо вносить когда вы что-то пробиваете например вы строите у себя дом вы пытаетесь поднять бизнес вы пытаетесь найти новую работу и заработки не пасть духом красный вам очень нужен он поднимает настроение держит в тонусе и не дает человеку свалиться в глубочайшую депрессию но сам по себе это цвет планеты марс марс это малое зло счастье он не несет и отрицательная сторона красного если вы его очень долго носите и постоянный его переизбыток это конфликты и они начнутся рано или поздно на пустом совершенно месте эти конфликты довольно ощутимы они будут длиться пока вы красный не поменяете это перебор просто перебор он требует для определенных каких-то работ воспользоваться им а потом оставить и совершенно другой цвет вишневый или можно назвать винно-красный бордовый различные оттенки и вишни совершенно другие это цвета все тоже самое но без плохих последствий надо очень долго носить оттенки вишневого чтобы быть замешанным в конфликте но если у вас какая-то очень опасная ситуация конфликтная вишневый тоже не стоит одевать но в целом он совершенно другой он гармоничный он именно гармоничный цвет он богатый цвет вишню притягивает деньги и богатство но ее не должно быть очень много ну скажем так это рубашка или юбка или пальто но это не полная одежда и если у вас пальто вишневого цвета но дает вам взлет она даст вам успех какой-то момент но в итоге если вы носите вообще от годами постоянно все равно на вас тянет в конфликтную ситуацию то есть перебор тоже не должен быть одежду вообще не носят постоянно одного цвета кроме некоторых оттенков она и создана чтобы менять но вишня выбирайте она богаче намного это единственный из красных оттенков всех которые притягивает деньги он притягивает финансово благополучие он притягивает взлет красный вообще дарует успех и власть но то в та власть которой надо держаться это полиция хоть она не красится красным но это армия то есть это требует напряженной ситуации и умение ее преодолевать это хирургия недавно кое-где хирурги в красной одеты чтобы не видно было крови это положение императоры константинополя назывались василевс это василевс это багряно рожденный это сын который родился в багряной комнате то есть красные тогда когда император зашел на престол у них наследовал не старший а тот кто родился первым когда император зашел на то чтобы это уже был сын не принца не наследник а именно императора это связан с красным красный цвет на знамени дает воинственности чем более красным оттенком тем лучше для армии это хорошо это хорошо для побед но постоянно жить я уже сказала в этом очень сложно поэтому любите красный хороший цвет но помните что переизбыток его очень очень вреден и еще есть переходный цвет между красным и малиновым год малиновый цвет абсолютной власти он не дает конфликт малиновым называют именно цвет малины малиновым называют густо-густо насыщенный розовый и это самые счастливые из всех оттенков красного и розового он денежный он связан с недвижимостью покупки продажи он связан с успехом малиновые сумочки тоже очень успешны и очень часто повседневные дела продвигает но тоже носить их постоянно нельзя это еще единственный оттенок из сумок который благоприятен именно малиновый этот густо розовый он не несет никаких конфликтов никогда наоборот он успокаивает и утихомиривает он несет оттенок дипломатии который должен был бы быть у сиреневого цвета но несет его именно малиновый цвет он абсолютно безупречен в нем нету изъянов в нем нету конфликтов он такой же пробивной как красный но это мягкая сила это по течении реки вы плывете вы не боретесь как красным гребете против течения тут вы плывете по течению по благоприятным обстоятельствам и они сами складываются но одежда гораздо успешнее чем сумки именно малиновая малиновые костюмы малиновые юбки пробивают сложные дела и потом вы получаете с этого выгоду например что-то покупаете для продажи вы его продаете он хорош для контактов с людьми это именно цвет скажем так высшей власти власти гармоничны это общепризнанно этот не президент это рожденный король власти которого никто не сомневается никогда не будет сомневаться но если этот человек слишком пользуется своим положением малиновым рано или поздно все теряет у него вот есть такой аспект что если вы чересчур пользуетесь нарушая все и вся этим успехом малинового цвета то он однажды обрежет все вот такой у него только минус и мы перейдем к розовому цвету при словах о розовом цвете всем сразу вспомнится планета венера и все ее значения что она дарует деньги успех любовь счастье да это есть но смотря в каких оттенках розового и знаете такая противоположность от привычного трактования венера потому что бледно розовый он неплохо и сама его очень люблю и любить одежду вопреки всему но как бы нельзя себе навязать что ты любишь розовый не конфликтный ни в коем случае он дипломатичный он успокаивающий но чем бледнее розовый знаете тем меньше он несет удачи я вот говорила о густо малиновом цвете вот вся удача розово-красных оттенков сосредоточилась в малиновом и вишневом оттенке бледно розовая блузка она не белое и платье но она и не несет такого заряда успеха она знаменует приятное время привождения спокойный период радостный настрой но чем ярче выражен розовый оттенок тем это более ярко и проявляется такой густо розовый предпочтительнее нежно розовым в отличие от нашего обычного представления то есть такой розоватый не несет такой оттенок этого ярко выраженный но и ничего плохого не несет розовая несет капризность но это и хорошо скажем так нежно розовый он выражен в отношениях больше если вы хотите отдыха если вы хотите гармоничных отношений если вы хотите просто удачи то это нежно-нежно розовые а если вы хотите каких-то проявлений в материальном мире чего-то добиться пойти договориться чтобы вам повезло это густо густо розовый это малиновая густо розовый это курорт это активный отдых это встречи он с посередине между малиновым и бледно розовым если вы просто хотите гармонии счастья радости в семье вашей личной жизни это нежная пастельная гамма розовых оттенков но естественно материал тоже имеет значение чем красивее ваша ткань шелк бархат тем это более ярко выраженная синтетическая ткань полистер тоже очень красиво смотрится это более ярко выраженной чем вы носите обычный хлопок или какую-то грубую ткань тоже имеет значение вот такой у нас розово-красная малиновая гамма и на этом я закончу сегодня прощаюсь